Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Руден постоянно улучшает свои позиции в рейтинге классических вузов не только в России, но и в мировых рейтингах. Он становится все более заметный и все более авторитетный. И все больше студентов не только из России, но и из других стран мира стремятся приехать к нам, в частности, на обучение в магистратуру. В Урдань сегодня это 13 учебных подразделений, это факультеты, институты, инженерная академия. На сегодняшний день в нашем университете обучается более 31,5 тысячи студентов, среди которых более 9 тысяч – это иностранные обучающие, обучающиеся из более чем 157 стран мира и представители более 500 национальностей. Спасибо за вопрос. В течение нашего вебинара вы можете писать про интересующие вас вопросы, касательно поступления, документов необходимых, стоимости, бюджетных мест, экзамена. Мы на все их ответим. Жанна, я вижу ваш вопрос. Про сроки поступления и про вопросы, про содержательные вопросы, наверное, смогут высказать мои коллеги. Про сроки поступления на бюджет у нас прием документов осуществляется с 20 июня по 22 июля. Соответственно, вступительные испытания проходят с 23 июля по 26 июля. Следите за сайтом и за информацией на сайте приемной комиссии. На контракт документы принимаются с 20 июня по 27 августа. Так, это было небольшое вступление. Мы говорим о том, что в нашем университете обучаются представители 150 стран мира и действительно мы являемся вузом, мировым вузом. И лозунг о том, что открой весь мир в одном университете, это не просто слова. Обучаясь в нашем университете, вы можете познакомиться с культурой практически всех стран мира. И, проучившись два года магистратурой, вы можете совершить в разный виртуальный тур по всему миру, по всем мировым культурам. Из конкурентных преимуществ нашего университета стоит выделить возможность получения приложения к диплому общеевропейского образца. Это диплома сапплемент. С этим приложением вы сможете устроиться не только в ведущие мировые компании, но и в различные дипломатические структуры в России и за рубежом. Также наш университет обладает возможностью присваивать самостоятельно ученые степени. Данное право было предоставлено в вузу сравнительно недавно. У нас будут формироваться диссертационные советы. И когда вы решите закончить спешную магистратуру и поступить в аспирантуру, вы сможете защитить свою кандидатскую, а потом докторскую на пазе Российского университета Дружного народа. Сейчас поговорим про наш факультет. Возглавляет наш факультет доктор философских наук профессор Свойк Владимир Анатольевич. Под его руководством функционируют 15 кафедр, осуществляющих подготовку специалистов по 8 направлениям. Это философия, социология, история, политология, искусство региональной науки, международные отношения, зарубежное регионоведение и государственное муниципальное управление. Про дату приема документов я уже рассказал. Начало приема на бюджет и контракт на очную форму обучения. По социологии магистратуры предусмотрена только очная форма обучения. Соответственно, с 20 июня. И окончание приема документов это 20 июня 2019 года. Какие документы необходимо подготовить при поступлении в магистратуру? Во-первых, вам необходимо будет предоставить приемную комиссию, копию, либо оригинал документа о высшем образовании. Здесь я говорю, что при наличии красного диплома, диплома с отличием, вам добавляется дополнительно 15 баллов к итоговому количеству баллов, набранным по результатам мер дисциплинарного экзамена. Второй документ это копия удостоверения личности. Как правило, это паспорт со сканом первой страницы и страницей с пропиской. И 4 фотографии 3х4. И в завершении скажу, что вся информация оперативно обновляется на сайте нашей приемной комиссии. Вы можете увидеть ее по ссылке. В случае возникновения дополнительных вопросов, либо необходимости консультации, вы можете всегда обращаться по контактам, выведите их ниже. Я всегда постараюсь вам ответить как можно быстрее и прояснить ваш вопрос. И также 6 апреля в 9.00 в РУДН будет проходить День открытых дверей. Мы с удовольствием приглашаем вас всех на этот День открытых дверей. И надеемся, что здесь вы сможете посмотреть, в каких условиях вы будете обучаться, какие преподаватели у вас будут вести дисциплины. Ну и в целом познакомиться воочию с нашим университетом. Где найти ваш факультет? Наш факультет расположен по адресу улицы Миклуха-Маклая, дом 10, корпус 2. Это вы можете добраться либо от метро Беляева, либо от метро Юго-Западная. Начало дня открытых дверей в 9.00 будет соответственно в главном здании, это Миклуха-Маклая, дом 6. И где-то после 11 часов будет уже факультетская часть, когда вы сможете пообщаться с деканом, пообщаться с заведующими кафедр и с преподавателем. Сейчас я передаю слово коллегам, но я остаюсь на связи и в завершении нашего вебинара я также могу ответить на возникшие вопросы касательно приемной кампании. Я передаю слово Пузановой Жанне Васильевне, это доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и под войскому Денису Глебовичу, кандидату философских наук, доценту кафедры социологии. Спасибо большое за приветствие, такой мой адрес. Я помимо этого являюсь предместителем заведующего кафедры социологии и заведующей социологической лабораторией. Я бы хотела сказать несколько слов по кафедре, чем она знаменита, чем занимается. Кафедра одна из старейших в истории России, организована она, образованного в 1992 году, и в настоящее время это является признанным учебным центром, научным центром и исследовательским центром. Помимо этого, важно сказать, что это первая кафедра, на которой подготовка специалистов-социологов осуществляется по системе европейской бакалавромагии. В настоящее время на кафедре работают ведущие специалисты, сотрудники исследовательских организаций, научных учреждений, в том числе Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, ранее известного как Институт социологии. При кафедре действует социологическая лаборатория, которую я вот как раз выкладываю, и лаборатория фокус-групповых исследований. Практически это единственная лаборатория фокус-групповых исследований, которая существует в университетах России. Магистрские программы у нас две магистрских программы. Магистрских направлений. Первая это теория методологии и методы истории современной, вторая это социология управления и социальный менеджмент. Важно заметить, что обе магистрские программы, кафедры прошли международную аккредитацию. Немногие вузы России могут этим похвастаться, тем более по социологическим наукам. Второе преимущество это то, что у нас есть собственная аспирантура и диссерпционный совет по социологическим наукам. То есть выпускники, окончившие магистратуру, могут продолжить обучение в аспирантуре и защитить кандидатскую, а потом докторскую диссертацию. Важно сказать, что руководителем кафедры является доктор социологических наук, профессор Николай Петрович Нарбут. Он же является основателем кафедры социологии и возглавляет ее с 1992 года. Что касается профессорско-преподавательского состава, то он достаточно мощный, 6 докторов наук, 16 кандидатов наук, доцентов. И преподаватели регулярно публикуют монографии, научные статьи, учебники, учебные пособия, проводят открытые лекции, активно участвуют в конференциях, международных конференциях, публикуют на кафедре журнал «Вестник» выходит, РУДН серии социологии, которая тоже очень важно прошел, входит в международные базы данных и вошел в базу данных в ОСИСКОПУС. Среди главных преимуществ, которые приведены как раз на слайде, я бы, скорее всего, выделила следующее, что это первое, на что мы ориентируемся, это на практическую подготовку, то есть для нас принципиально важно, чтобы наши выпускники обладали практическими навыками и умениями и вышли готовыми специалистами, что не исключает фундаментальной подготовки, фундаментальных знаний, которые они также получают в магистратуре. Второй принципиальный момент – это то, что мы ориентируемся на то, чтобы наши выпускники уже во время учебы и сразу после окончания учебы были трудоустроены, и практически все наши выпускники после окончания учебы получают работу в ведущих исследовательских и научных центрах в Москве и других регионах России. И третье самое важное преимущество – то, что студенты магистратуры могут иметь возможность заниматься как собственными научными исследованиями, так и принимать участие в исследовательских проектах, которые возглавляют их научные руководители. В данном случае магистрские программы, которые прошли процедуру международной аккредитации, это значит, что диплом, который выдается по окончанию магистратуры, он является, принимается во всех зарубежных странах. Важным преимуществом также является, что наши студенты участвуют в исследованиях, имеют возможность проявить в науке, имеют возможность публиковаться в сборниках, которые выходят ежедневно, и участвовать в конференциях, которые проходят также ежегодно на кафедре социологии. Я сейчас передам слово своему коллеге, подвойскому Денису Глебовичу, который у нас курирует магистрские программы, и он заодно ответит на вопрос Андрея о том, какие преимущества дают публикации журналов, которые входят в международную базу данных ВОЗ с КОПТ. Спасибо большое, Денис Лебович, пожалуйста. Хорошо, давайте я сначала все-таки, чтобы не разрывать, не прерывать общие канвы нашего разговора, продолжив линию Жанна Васильевна, про наши все-таки специальности магистратуры. Вот они здесь написаны. Собственно, мы обязательно ответим на вопросы и Андрея и Жанны, и в том числе про, ну, вы понимаете, что двухуровневые, двухуровневые модели бывшего образования предполагают, что вы можете, будучи бакалавром, ну, допустим, философии, или истории, или психологии, да хоть технической специальности, любой, вы можете совершить такой ход конем. Почему-то вам кажется, что вам нужно социологию изучать, но, разумеется, вы должны продемонстрировать на входе определенные знания. Поэтому давайте вот я зацеплюсь сразу за вопрос Жанны. Ну, насчет сроки поступления это уже ответили. Насчет вопросов к экзамену, вы сейчас можете на сайте, конечно, найти программу, которая предъявляется, требования, которые предъявляются к входящим знаниям, и в том числе вопросы, по-видимому, вы найдете вопросы, которые были в прошлом году, но они обязательно будут актуальны и ближе к лету. И это, прежде всего, важно знать людям, у которых нет профильного социологического образования, то есть базового бакалаврского образования. Но, тем не менее, не надо бояться, что уровень знаний тех людей, которые бакалавры, социологи, или, допустим, специалисты-социологи, и люди, у которых нет базового образования, у нас учатся и те, и другие, и никаких особых комплексов вторые не имеют, потому что, если вы действительно интересуетесь социологией, если вы каким-то образом подготовились и успешно сдали экзамен, то безусловно, в том числе важные азы социологии, то есть, конечно, это не с нуля, потому что это магистский уровень, но основы знаний по социологической теории вам, безусловно, будут предложены и в магистратуре, но все равно для этого надо поступить. Забегая вперед, что бы вы там не нашли на сайте, очевидно, наши магистовские вопросы, их костяк состоит из вопросов по общей социологической теории, сформулированной в систематическом виде, во-первых, во-вторых, они состоят из вопросов по истории теоретической социологии, зарубежной, отечественной, приблизительно по долям, и, конечно, по методике и методологии конкретного социологического исследования, приблизительно вот из трех блоков состоят любые вступительные экзамены по дисциплине социологии. В этом смысле начинать готовиться можно хоть сейчас. Ничего такого экстраординарного мы, конечно, не требуем. Экзамен у нас и последний, может быть, нужно иметь определенные представления о отраслевых или специальных социологических теориях, ну, к стихе, допустим, экономической социологии, политической социологии, этносоциологии, социологии культуры и так далее. Но в большинстве вузов это входит в программу общей социологии, и люди это как-то знают. Значит, экзамен письменный, что важно, там, может быть, много вопросов, вы отвечаете, потом это все проверяется, разумеется, все это тайно, никто не знает, кто вы такой. Результаты через несколько дней или даже через пару дней оказываются. Теперь продолжаем все-таки разговор. У нас не случайно есть два направления, вот вы сейчас видите на слайде, он здесь показан, теория методологии и методосоциологии, истории современности, социологии управления и социальный менеджмент. Конечно, базовые предметы даются для, вот эти большие группы, вы понимаете, вот было озвучено 12 человек, не знаю, что будет 12 человек, мы надеемся, будет больше, и у нас много контактов студентов. И обучение общим предметом происходит вместе для двух направлений, но также у каждого направления есть набор спецпредметов, ну, можете делить их приблизительно пополам. Половина общих предметов, половина, которые читаются для каждого конкретного направления. Если вы вчитаетесь в название, то, в общем, все достаточно ясно. Теория, методология, методология, истории современности это такая общая специальность, общая исследовательская, хотя Жанна Васильевна подчеркнула ее прикладную ориентивность, между тем слова теория, методология, истории современности все-таки здесь присутствуют и говорят сами за себя. То есть мы даем фундаментальное социологическое образование, но с способностью применять весь комплекс наработанных современных приемов и процедур получения эмпирических социологических знаний и мы стараемся, чтобы в головах наших выпускников теория и методология хорошо сочетались и могли быть применимы в конкретной работе. А у социологов очень широкое поле применения деятельности, поэтому это важно. Что касается второго направления, оно явно носит такой выраженно прикладной или, как говорят наши документы, организационно-управленческий характер. То есть здесь люди, конечно, как правило, ориентированы, я имею в виду наши обучающиеся, на то, что они будут работать не обязательно в бизнес-структурах, возможно, в государственных структурах и будут заниматься информационно-аналитическим сопровождением управленческой деятельности. Это не значит, что они будут сидеть в мягких креслах, в больших каких-то красивых кабинетах, но, возможно, они будут советовать тем самым людям, которые сидят такого рода кабинет. Суциологи, как правило, в кабинетах сидеть не любят. Ну, разумеют, шуциологи. Давайте посмотрим, листаем мы, наверное, вот так. Ну, здесь вы видите программу, может быть, цели и задачи нашей первой специальности, а здесь вы видите вторую. Вот посмотрите на наш учебный план, на базовые профессиональные дисциплины для нашей первой специальности. Я не буду это зачитывать. Видите, здесь есть доля теоретических предметов, здесь есть доля методологических предметов и специальные предметы, в том числе относящиеся к модным, более или менее современным методам отдельно приведите психотемантические методы, нарратидный анализ. К примеру, когда я обучался несколько десятилетий назад, социологи практически изучали только в рабочей книге социолога, как делать анкету. Сейчас, видите, вот многие качественные методы можно по-разному относиться и приветствовать. Но, в общем, мы стараемся идти в ногу со временем. Фокус группы, видите, последние четыре кирпичика это разные дисциплины, которые посвящены именно специфическим процедурным методическим вопросам современной социологии. Теперь посмотрим на план нашей второй специальности, которая частично совпадает с предыдущим. Видите, вот спецпредметы основы рекламного менеджмента, кадровый менеджмент, современные стратегии бизнеса и так далее. Надо понимать, что наше управленческое образование, разумеется, совсем не дублирует ни взгляда на менеджмент, который имеют экономисты или которые присутствуют у наших коллег по специальности государственного и муниципального управления. Все-таки мы смотрим на управление как на сложный социальный процесс, именно с точки зрения человека, социальных групп, которые выступают либо объектами, либо субъектами этого самого управления. Очень важно, если вы обратили внимание, и там, и там есть такая, такой у нас крипичи, как научно-исследовательский семинар. Это достаточно важная часть, мы считаем, нашего образовательного процесса. Он происходит в течение первого года обучения, когда студенты совместно обсуждают темы своих будущих магистовских работ от самого, что называется, зародышевого эмбрионального состояния, от темы до финала. И надо сказать, что вот эта практика, что диплом или как она называется на этом уровне магистской дистанции пишется в последние месяцы обучения, вот с нашей методой так не происходит. Это, конечно, порочная практика. У нас студенты просто вынуждены писать магистскую диссертацию на причине всех двух лет обучения, как оно и должно быть. Не буквально писать, а собирать литературу, делать публикации, обсуждать черновельки и отдельные фрагменты своих наработок со своими же коллегами, которые выступают на этом научно-исследовательском семинаре, как своего рода критики, наработок своих коллег. И все это происходит под модерированием руководителя, руководителя семинара, не научного руководителя. Кстати, предварительные темы своих магистовских работ мы предлагаем студентам выбирать уже на первом курсе и также назначаем научных руководителей, если сам, конечно, сам студент тоже имеет право выбрать руководителя из нашего кадрового состава. И эта работа с научным руководителем с одной стороны и на научно-исследовательском семинаре, это, в общем, двухлетняя полноценная работа. На втором году семинара уже нет, есть просто напрямую работа с руководителем. И поэтому нашим студентам достаточно легко удается выдать на гора этот кирпич текста, не такой маленький. Параллельно статьи, давайте я тоже к этому обращусь на счет преимуществ. У нас, конечно, магистратура практико-ориентированная, между тем к практике ориентированным и к исследовательским магистратурам у них разный статус и к ним подъявляются разные требования по части публикаций, обязательности публикаций. Для практических магистратур это чуть-чуть более факультативно, не так обязательно. Между тем мы очень рекомендуем и приветствуем нашим студентам, чтобы они писали статьи. Вот был слайд до этого, в РУДЭН очень активная студенческая научная работа, посмотрите вот эти все штучки. У нас регулярно, то есть раз в год выходят собственные кафедральные сборники специально под нужды студентов-аппирантов и магистрам как раз именно там, я думаю, около половины статей в этих сборниках. Вот они, видите, такого разного цвета, но они одинаково оформлены, более половины или около половины это как раз студенты-магистр. А вот здесь расположены, потом у нас есть регулярные факультетские сборники, где есть секция социологии, регулярно публикуются тоже наши студенты и аспиранты. И, наконец, высшая планка, это наш собственный журнал, который сейчас в иерархии, так скажем, рейтинговой иерархии российских научных журналов в данный момент попадает в самую престижную категорию, потому что он находится в международных базах данных скопусов AppleCite. Какие это дает преимущества? Я не комментирую, хорошо это или плохо, но сейчас тренд развития науки и образования в России, я бы сказал, и во всем мире, таков, что если вы занимаетесь научной работой, вы должны публиковаться. Чем более высок статус того издания, в котором вы публикуетесь, тем оно лучше. Во многих журналах, относящихся к этим международным базам данных, увы, устанавливают, существуют некоторые дискриминационные ограничения. Например, на того, чтобы публиковать, поскольку желающих много, в том числе научных сотрудников и с именем, то до аспирантов, а уж тем более до магистров дело не доходит, просто, ну, не хватает пространства. Наш журнал относится к публикациям наших студентов гораздо более лояльно, мы понимаем, что им нужно предоставлять материалы для публикации. Если это выдающиеся, хорошие публикации, то у нас были примеры публикации наших магистров в вестнике Руден серии социологии. Вот вы видите, он по вертикали расположен. Сейчас он так выглядит. Раньше он чуть-чуть по-другому выглядел. А для наших аспирантов это просто основная поляна, которую они выполняют. Вот это, конечно, очень престижный, престижное место для публикации. Не только, это без всякой ложной скорости можно говорить, поток рукописей, приходящих в журнал, огромный. И, в общем, резюмируя, если вы выбираете какую-то академическую деятельность, несугубо практическую, и идете по этому пути, то когда вы переходите с уровня к уровню, то главный компонент вашего послужного списка это публикации. А если у вас есть публикации скопов в Apple Science, то это как бы считается высшим пилотажем. Вот объяснения могут быть таки. Так, давайте я обчитаюсь. Да, а теперь мне хотелось бы передать еще слово нашей коллеге Татьяне Гернилариной, нашей выпускнице. Она поговорит про, расскажет про перспективы трудоустройства наших выпускников на самом живом примере, примерах, а не абстрактно. Спасибо, если что, вызывайте. Спасибо, Денис Глебович. Всем добрый вечер. Сейчас я переключу слайд, который касается трудоустройства выпускников. Но перед этим хотелось бы ответить кратко на вопросы, которые уже есть, чтобы они не катились. Итак, начнем мы. С вопросом, бывали ли у нас случаи, когда к нам поступали выпускники бакалавриата не по направлению социологии. Они не только бывали, они есть. Сейчас у нас учатся студенты, которые заканчивали бакалавриат по другим специальностям. Чаще всего это, конечно же, гуманитарные специальности, это достаточно смежные направления, такие как психология, филология, экономисты. Но, конечно, есть, это уникальные случаи, но есть, когда студенты приходят, допустим, с инженерной академией. Ну и помимо этого, конечно, к нам приезжают студенты со всех уголков России. Какой процент в магистратуре составляют эти студенты? Как правило, до 15%. Сколько дней в неделю надо ходить на занятия, реально ли совмещать учебу в магистратуре с собой? Совмещать реально, при условии, если вы не хотите работать в полный день, как в офисе 9-6, так, конечно, не получится, потому что присутственных дней у вас будет как минимум несколько. Более того, для того, чтобы пойти на встречу студентам, которые учатся в магистратуре, часто занятия ставятся на субботу. Поэтому будьте к этому готовы. Сколько выпускников магистратуры обычно потом продолжают свое обучение в аспирантуре? Места есть. Можно поступить более того на платной основе, но все-таки нужно учесть, что аспирантура предполагает наличие некого таланта в научной стиле, но и всем это нужно. В этом году у нас три бюджетных места в аспирантуре. Магистров первого года обучения у нас сейчас 19. Теперь перейдем к местам прохождения практики. Что касается разницы баз, в основном базы одни и те же, но направления работы, которыми занимаются наши студенты при проходении практики, они различаются. Где же в основном у нас проходят практику? Это в первую очередь Российский Центр изучения общественного мнения. Я думаю, он у всех у вас на слуху. Это наиболее известная сцилогическая компания на данный момент в России. Также у нас есть договор с фондом общественного мнения, популярная компания. Такие компании, как ГФК, РАМИР, ТНС. ТНС отличается от вышеназванных примеров тем, что у них более медийная направленность, в основном медиа исследований. Более того, к практиканту предъявляются определенные требования, например, уровень языка выше среднего. То есть, если у вас нет такого уровня, мы вас туда не направляем. Далее. Ну, про это сказали, я думаю, не будем этим останавливаться, что документы об образовании у нас международного образца. Кем работают наши выпускники? Здесь вы видите реальное соотношение, процентное соотношение того, в каких сферах у нас, собственно, магистры работают. Больше, ну, треть это исследования и аналитика, 26%, продолжают свою деятельность в науке и образовании. 13% это пиар и реклама. Каждый десятый работает в государственных организациях, 14% в каких-то других организациях. Здесь вы можете увидеть реальные примеры, реальные названия фирмы, компаний, где работают наши выпускники. Более того, стоит сказать, что уровень трудоустройства у нас максимальный. То есть, найти работу с таким базовым образованием несложно, поскольку сферолог, магистры в первую очередь высокофункциональный аналитик. А высокофункциональный аналитик, здесь мне сейчас нужны практически везде. Это и исследовательские, и аналитические компании, это и международные российские компании, пиар-агентства и брендинг. Что тут нужно сказать, что выпускники пиара, они не могут быть социологами. Человек, который имеет психологическое образование, он может работать и в пиар-агентстве, и в рекламе, и так далее. Конечно же, это экспертные организации, административные структуры, международные общественные организации, средства массовой информации. И когда студенты отставляют на практику фирмы, которые я уже сказала, у них есть возможность, если они себя хорошо зарекомендуют и понравятся работодателям, остаться и продолжить там работать. Так очень много наших выпускников продолжат свою работу в КИНС. Вот если кратко, это основное, я сейчас не готова ответить на вопросы, которые у вас появились. Так, есть ли случаи, что на кафедру поступали запросы от работодателей на ваших выпускников? Мы плотно работаем с нашими работодателями. В основном, конечно, как я уже сказала, востребованы в таких компаниях, как КИНС. от них регулярно приходят приглашения на мастер-классы и запросы, то есть предложения конкретных вакансий. Они спрашивают рекомендации, если человек, который подходит вот по таким-то параметрам. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Тогда я передаю слово Николаю Николаевичу. В первую очередь хотелось сказать спасибо большое коллегам за столь развернутую презентацию. Спасибо слушателям за содержательные ответы. Я надеюсь, вы получили содержательные вопросы. Надеюсь, вы получили исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Но, конечно, после нашего вебинара наверняка у вас возникнут какие-то вопросы вдогонку. Повторите, когда начинают принимать документы. Прием документов на очную дневную форму обучения на бюджетный контракт начинается 20 июня. У нас будет работать приемная комиссия в главном корпусе. И вступительный экзамен, это междисциплинарный экзамен, он будет проходить в промежутке между 23 июля и 26 июля. Следите за объявлениями на нашем сайте. В завершении хочется еще раз напомнить, что 6 апреля в 9.00 в главном корпусе РУДН будет проходить день открытых дверей. Туда вы уже сможете прийти с дополнительными вопросами, либо убедиться в том, что ваш выбор Российского университета Трудного народа в качестве места, где вы будете изучать специальности по направлению социологии, был верным. Поэтому ждем вас всех 6 апреля. И еще раз спасибо за встречу. Субтитры создавал DimaTorzok